Итак, доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Шалом! Бонжур! И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, так как Тору надо учить каждый день. И неважно, в какой ты находишься ситуации, надо учить Тору каждый день, потому что это жизнь наша ворохимедо. И продолжение жизни нашей, то есть это самое, можно сказать, главное. И сегодня мы продолжаем изучать книгу Равзельк-Плистин «Береди свою речь». В этой книге он разъясняет нам законы злоязычия, законы сплетен, как нельзя их говорить, где в каких ситуациях, как это все работает. И сегодня у нас четвертый такой пункт, называется он «Дефицит интеллигентности». Значит, он нам объясняет такую вещь интересную, очень интересную вещь, что он пишет вот такая прям вводная фраза «Многие из нас страдают недостатком интеллигентности». Это очень такая непонятная вообще фраза для меня, да? «Недостаток интеллигентности». Вот, а что такое вообще интеллигентность это, да? Интеллигентность. Такое очень странное слово. То есть человек живет в концепции, в концепции... Человек живет в своих знаниях, да? То есть каждый человек живет с детства в знаниях о мире. Что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. Правила поведения, этикета, ну там, знания, правила дорожного движения и так далее. Значит, и вот живет человек в этих правилах. И есть какие-то люди, которых называют интеллигентные. Интеллигентные, интеллигентные. Надо посмотреть, кстати, что значит это слово. Они интеллигентные, они живут по правилам поведения, принятым у большинства людей. Я так думаю. Но пишет нам Зелик Плистин. Если человек страдает недостатком интеллигентности... Кстати, я вам скажу больше, что все, у кого есть недостаток интеллигентности, они от этого не страдают. Это очень удивительная вещь, что, может быть, другие страдают от их недостатка интеллигентности. Но сам человек, у которого нет вот этой вот пресловутой интеллигентности, он от этого не страдает. Он может от этого очень кайфовать даже, да? Теперь, значит, но пишет нам Зелик Плистин, что сообщать об этом другим людям запрещено, даже если это правда. И совсем плохо, он говорит, когда мы, рассказывая об отсутствии должной культуры и воспитания в каком-то нашем общем знакомом, впадаем в грех преувеличения. Он говорит, это вообще ужасно, да? Наш рассказ может принести тому человеку непоправимый вред, потерю расположения окружающих, иногда потерю работы и много других неприятностей. Значит, он говорит, остерегайтесь подобных выражений, например, простое выражение. Посмотрели бы вы, какую глупость вчера совершил Эли? Да, вот прямо здесь так написано, Эли. И что? Значит, казалось бы, ну что сказать, какую глупость совершил Эли, какую глупость совершил я, какую глупость совершил там кто-то другой. Он говорит, нельзя, вообще нельзя так говорить. Их использование, вот этих вот плохих слов, может оказаться непоправимым для вашего духовного здоровья. Вот список слов, которые обычно иногда используют в адрес других людей, и которые, он говорит, использовать их просто нельзя. То есть, это эти слова, яд для вашего духовного здоровья. И он дает список. Глупый, неразвитый, идиот, бессмысленный, ненормальный, помешанный, отсталый, неинтеллигентный, тупой, бестолковый, инфантильный, заторможенный, скучный, слабоумный, ограниченный, посредственный, невежественный, несообразительный. Перечень можете продолжить сами. И он пишет, согласитесь, насколько люди изобретательны, когда хотят унизить ближнего. То есть, он говорит, вообще, все эти слова нельзя использовать. Нету в них никакой пользы, и каждое негативное слово в адрес других людей, прежде всего, остается где? На языке сказавшего. Есть очень такое, вот я запомнил когда-то выражение, что рука, которая дарит цветы, на ней остается запах цветов. Рука, которая разбрасывает нечистоты, на ней остается нечистоты. То есть, то же самое на языке. Человек, который использует эти негативные слова, он их закрепляет, прежде всего, в своей модели мира, в своей картине мира. И он как, знаете как, когда ты слово произносишь, то ты, та мысль, которая у тебя была, ты ее уплотняешь, и у себя в голове ты ее, как бы в этой схеме, да, нейронная схема, да, где у человека все слова, там, выражения и так далее, все они, это схемы соединения нейронов, то у тебя она укрепляется. Поэтому все, что негативное, ты говоришь о других людей, оно прежде всего оседает на твоем мышлении, на твоем языке. Поэтому лучше этого не говорить, лучше использовать как Тора, когда хотела сказать про животных, которые тамы, она сказала не тамы, не грязные, она сказала нечистые, лотаор, нечистые. То есть, когда, говорят, Раф Зильбер за царь, за хроноцидих Левраха, вот я сейчас вспомнил, он говорил, когда о ком-то, который что-то сделал там, ну вообще ужасное, какой-то там, вот он про кого-то говорил, он говорил так, вот он не самый большой царь, он был не самый большой праведник. Так, этот человек, он мог быть вообще ужасный вообще, да, и он говорит, вот он был не самый большой праведник, то есть, не из самых больших, да, это очень понятно, да, то есть, если вы хотите, например, сказать, что кто-то не, он совершил глупый поступок, можно сказать, он совершил, он поступил не самым идеальным способом, не самым, с моей точки зрения, правильным в этой ситуации способом. Это огромная разница, представьте, глупо или не совсем правильно, глупо и невеликолепно. Как я одеть сегодня? Не как Дольче Габбана, да, то есть, можно сказать, плохо, а можно сказать, не как Дольче Габбана какой-нибудь, да, ну все, человек говорит, да, не как Дольче Габбана, я не пытался, но его это не обидит, понятно. Хорошо, значит, с этим мы разобрались, что очень важно использовать красивый, чистый язык, и даже если вы хотите сказать что-то негативное, можно сказать это в формате позитивном, не айс, да, такой как Гарик Рома, не айс. Ну вот, я не знаю, что как айс, но понятно, да, спасибо всем за поздравления, что да, сегодня 5 мая я родился, я обычно не праздную свои дни рождения, как-то я не праздную. Есть два разных подхода к днём рождения в Торе, есть подход, который сформулировал Рафхайм Каневский, великий мудрец Торы, он сказал, что в Торе один раз упоминается день рождения, это был день рождения паро, фараона. И день рождения фараона, когда он как раз в Виночерпе, там был его министр и министр по булкам, он одного повесил, другого вернул из тюрьмы, то есть фараон это не позитивный персонаж в Торе, и раз написано, что было день рождения паро, но он его сильно праздновал. Значит, понятно, да, теперь но, но, Любавич Тереба, великий, величайший мудрец последнего поколения, Любавич Тереба он сказал так, смотрите, ведь всё в этом мире можно посмотреть на всё с разных сторон, и если у человека в день рождения есть возможность собрать своих близких и сказать слова Торы, их благословить, сказать что-то хорошее, побудить их сделать какое-то доброе дело, то говорит, отлично, то есть это повод, это повод в этот день, когда у человека меняется его как жизненный цикл, да, он заходит в Новый год, это повод для того, чтобы сделать, сделать, как бы, хешбон-эфеш, посмотреть, закончился мой год, сделать хорошие планы, взять на себя обязательства, усилиться в добрых делах, в заповедях, в... и собрать людей, чтобы при них усилиться в добрых делах и в заповедях, и, значит, чтобы они тоже сделали что-то хорошее, доброе, да, вот. Это подход Любавич Тереба. Я, значит, так как я решил для себя в какой-то момент, что я не хочу, то есть мне нравится всё, что говорят великие мудрецы, неважно, это Любавич Тереба, это Равхаем Каневский, поэтому я день рождения продолжаю не праздновать, как принято у литовских, да, евреев, но я в день рождения всем благословляю, желаю всем добра, успехов, счастья и, значит, вот. Ольга Макаренко, шалом, тоже у неё сегодня рождение, Мазальтов, Ольга, значит, поздравляю вас, желаю вам, чтобы у вас было благословение во всех хороших делах, во всех добрых, хороших делах, чтобы была у вас браха, чтобы Бог вам дал много сил для того, чтобы делать добро. Всё, двигаемся дальше. Мы продолжаем изучать 16-ю повелевающую заповедь из Торы, которая называется «Прилепиться к мудрецам Торы». Значит, вообще эта заповедь звучит «Прилепиться к Богу», но так как к Богу прилепиться нельзя, но можно прилепиться к тем, кто прилеплен к Богу, кто максимально присоединён к Богу, и тем самым ты соединяешься с Богом. И я вот сегодня нашёл очень хорошую статью, написал её Раф Пинхас Швальб, и она будет как раз в описании этого урока, будет эта статья, где он прям объясняет, вот, как это работает. Как это работает, три главных вещи, как можно прилепиться к мудрецу, обязательно, обязательно эту статью прочитайте и сделайте. Значит, я несколько только хочу вещей добавить. Значит, есть «Пертьяво такая мишна», значит, «Такая есть мишна», «Асэлэха Раф», «Укнэлэха Хавэрвэ», «Авэданат Коляадамли Кавсхуд». Значит, сделай себе Рава, приобрети себе друга и суди каждого с хорошей стороны. Значит, первое, обязательно нужно иметь Рава, с кем ты можешь посоветоваться, и вот, например, у меня сейчас есть в жизни очень необычная, сложная ситуация, у тебя не знаю, как её решить, вообще не знаю. Вот, вот, просто у меня нет понимания. Но я знаю, что я пойду сейчас к Раву, у Равина я ему расскажу эту ситуацию и спрошу, что в этой ситуации советует Тора. И он, зная Тору, он мне скажет, знаешь, что это как? По Торе, вот, обрати внимание на вот эти вот нюансы, и я тебе советую сделать так, там и так. Значит, дальше. Дальше. Есть Мишнав, там же в Перте, вот, в первой же главе, говорит Рабан Гамлиэль, «Асэлэха Рав, сделай себе Рава, выисталэк минасафэк, и избавься от сомнения». Сомнение – это саморазрушающая вещь, которая забирает у человека энергию, силы, здоровья, возможности, то есть все колебания, сомнения. Значит, если у тебя есть Рав, и ты можешь пойти к Равину и спросить его вопрос конкретно, как мне поступить в этой ситуации, так или так, то, говорит тот же Любавич Стеребе, это очень крутая тема, помолись Богу и скажи, чтобы Бог Равину вложил совет для тебя. Все. Значит, идешь к Равину, говоришь, у меня сомнения, Равин выслушал, говорит, делай так, все. И ты понимаешь, что это Бог тебе прислал совет сейчас через него. Третье, что написано в Пертьявод, есть там такая мишна, что пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. Вави метабек вафар раглеем, пылись в прахе их ног, и ави шутебет самая девреем, и пей с жадностью, с жаждой их слова. Значит, у нас еще раз это нужно понимать конкретно и четко, что как человек, тело состоит из того, что ты кушаешь, и от того, что вы сейчас поедите, зависит ваше эмоциональное состояние, физическое состояние и так далее. То есть, тело человека, человек за жизнь съедает там 80 тонн еды, и все это 80 тонн превращается в 80 килограмм веса, и все постоянно еда превращается в ваше тело. Вот вы кушаете, еда превращается в тело. Точно так же все, что мы слышим, информационный поток, он превращается в мысли и в духовное состояние. Спасибо, спасибо за поздравление, всем спасибо лучшее. Давайте вот выучим сейчас очень важную вещь. Если благодаря этому уроку мы выполним, вот я очень хочу, самый лучший для меня подарок, это чтобы мы выполнили максимально заповедь, заповедь прилепиться к мудрецам Торы. То есть, если вы после этого зададите какой-то вопрос мудрецу, как-то найдете мудреца, попросите благословения, как-то поддержите любого мудреца Торы. Любого, тот, от кого вы что-то выучили, вы можете его поддержать. Мы, кстати, на портале Воикра сейчас делаем адресную такую вещь, что можно выбрать себе любого преподавателя Торы и стать с ним партнером. То есть, поддержать его в создании уроков, своими запросами на уроки, чуть-чуть поддержка финансовая, чтобы он мог этому посвятить свое время. И распространение этого урока, для того, чтобы больше людей услышали эту мудрость, то это лучшее, что вы можете сделать, как поздравление для меня на день рождения. Так, еще раз давайте, смотрите. Информация, которую ты получаешь, становится твоей жизнью, можно сказать, потому что ты ее воспринимаешь, обрабатываешь, на базе этой информации ты принимаешь решение. Поэтому сделай свой дом домом собрания мудрецов. Если ты слушаешь мудрость, духовную мудрость, если ты читаешь, если ты общаешься с мудрецами, то, конечно, твоя жизнь изменится позитивно в лучшую сторону. Дальше объясняет нам вот здесь, в этой статье Раф Пинха Швальб, что как еще можно к ним прилепиться, к мудрецам, кроме учиться у них и задавать им вопросы. Можно выдать дочь замуж за мудреца Торы. Отлично. То есть ты выдаешь дочь замуж за мудреца Торы, у тебя рождаются мудрые внуки. Он ее любит, он полностью ее окружает такой вот любовью и добром. Идеальная вещь, как прилепиться к мудрецу Торы. Бизнес для мудрецов Торы. Значит, оказывается, вот я этого не знал, что одним из самых богатых людей в Израиле был глава поколения Гаон Раф Арон и Уда Лейпштейнман. Значит, был такой раввин, он умер, ему было где-то 105 лет, и он до 105 лет возглавлял еврейский народ Мир и Ешиф. И, оказывается, было много бизнесменов, очень таких религиозных, сильных бизнесменов, которые с ним заключили соглашение Исахар из Вулун. То есть, они работали и половину денег отдавали Раву Штейнману, а Рав Штейн 100% этих денег раздавал на Ишивы. И получается, что так как таких бизнесменов было много, а он с ними делил свою всю заслугу в изучении Торы, он был самый великий мудрец Торы поколения, то получается, они получали духовную силу, которую он вырабатывал, изучая Тору и возглавляя еврестию вот этот духовный религиозный мир. А они половину денег давали на развитие этого духовного мира. Не 10%, не 20%, как дают Маасер, отделяют десятую часть, это 10%. А это партнерство, именно партнерство с мудрецом Торы в бизнесе. То есть, он твой партнер в бизнесе, а ты его партнер в Торе. И если вы берете себе такого партнера, мудреца Торы, прям настоящий как партнер в бизнесе, то есть благословение на вашем бизнесе. Это очень интересная такая вещь. И третье, просто их поддерживать, можно сказать, как их поддерживать. Все, значит, мы изучили, как это делать, коснулись. Дальше вы можете посмотреть эту статью, изучить. И хотел я вам рассказать одну историю, короткую историю о том, значит, что такое мудрец Торы. Она не короткая, это я хотел рассказать. На следующий урок я с Божьей помощью вам расскажу про... Был такой раб Йоханнан и Рейш Латиш. Это очень такая примечательная история про мудрецов Торы. Все, значит, на сегодня мы заканчиваем урок. 5 мая, сегодня 10.22. Спасибо вам за поздравления. Очень спасибо. И я вам желаю, чтобы в этот день, значит, у меня есть сила благословлять. Чтобы Бог вам дал благословение во всех хороших делах. В особенности в изучении Торы, в распространении Торы, в выполнении божественных заповедей и в делании добра людям. Чтобы вы приносили, что Бог вам дал. Вот если вы хотите принести пользу людям в бизнесе, в работе, в добре, вообще в любом, вот, польза. Чтобы люди были довольны и счастливы. Чтобы Бог вам дал для этого силы, здоровья и благословения во всех хороших делах. Все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok